проткнуть не проткнуть конечно но если допустим вот через сквозь таки идти очень будет серьезные эти царапины на теле на вид они такие малюсенькие друзья но очень даже колючие вот эти вот кактусы или что это вообще за растение вообще какие-то нормальные такие особенно так если так раз так просто прикладываешься а еще и паук здесь у нас обитает ого неплохо неплохо он здесь поселился смотрим здесь уже не не одну жертву заточил черный такой оставь оставь зачем ты сгоняешь думаешь подвигается просто дергается но не двигается туда как дергается но только что передвигался на ягуру дергается право левый все это не движение двигаться то надо в калифорнии двигается мне не нравится а вот-вот-вот смотри пошел визу как у него сзади у него шипы белые он видит на спине уже смотри нападает типа нападать на тебя я посмотрим как он оправдан она у него жало на это сзади который я таких таких пауков надо рассматривать с нормальной камерой сам вообще невозможно приблизить даже но не показывает мучит может просто по камере плохо от этого вида от вида этого ужасного не знаю я бы не хотел с ним встретиться такой паучок у нас так что тут еще есть цветочки а это смотри на кукурузу похоже особенно особенно кукурузу которая уже да 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 но это не колючие это приятно так а вот это колючь да 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 колючие здесь вот таким это мягкие мягкие такие колючки видишь здесь вообще нет колючий а эти а это очень да да это невозможно дотронуться это приятно да да не она она нормально какая-то чё такое у нас вот это вот это тоже смотри колючика к типа или нет не не это не колючика что-то здесь прорастает а очень красивый цветок санта вечер как вы вырастает вот так при том цвет у него смотри какой интересный ты смотри буду пластмассовая такая какой-то не натурально он еще и липкий интересный вот это зато нормально колючий ой то шипы прям торчат и гвозди а кучу этот гвоздь но это острый так вот если не упадешь тебя дырки будет теле да он такой очень твердый как гвоздь даже не сломаешь он не ломается ты думаешь попробуй ну кстати да не легко его сломать от кого он так защищается посмотри какой он гибкий может потому что его едят поэтому не знаю но очень гибкий не будем его до конца ломать но он гибкий а этот сон бочек бутончик ну да вот это уже серьезно да 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 вот здесь вот вот здесь ничего нету вот эти колючие просто эти уже такие потому что они в принципе подходят под статью холодное оружие реже режущих полы колючие режущие да прикольный как смотри у этого ягодки еще вырос ооо ничего себе да тоже колючий ой что уступает да может быть ядовитый да 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 лучше не ешь не пробую это дико мне кажется они точно ядовитые сонку если он так себя защищает колючками ты точно должен защищаться ягодами интересны костями на такие вот испанские испанские острова канарские острова точнее эти лишь маленький такая вот здесь природа друзья кактусы кактусы чем-то мексику напоминает мексике я не был правда но если у меня сюда закинули бы я не знал бы куда попал бы твоя 1 я подумал что она и на мексике нахожусь потому что по картинкам всяким разным вот здесь тоже ведь интересны такие штуки растут похоже на какие-то маленькие бананчики кого-то у похоже банда мотороллеров пошли поехали наверх вот на таких мотороллеров вид наверх можно на этих островах кататься она велосипедов само истязание самобичевание это еще тоже интересное вот это вот алоя у них везде растет она целебные лечебные в общем они все от нее лечат и самое полезное с самым большим количеством витамина c растет на острове ланзарод сейчас на острове ты не рифа находимся при том притом самым большим количеством витамина c во всем мире то есть самая такая конкретная алоэ такие вот дела вот здесь птичка пела дерево тоже такое своеобразное может быть то которое изгинается здесь есть одни деревья которые во время своей жизни во время своего роста 7 раз вокруг своей оси то есть вот так вот они растут и кружу закруживается в 7 раз закручивается вот я не знаю вряд ли это это дерево но такие деревья тут есть по крайней мере гид нам об этом сказал что ты там свистишь где ты вообще поет сбойник они переговариваются один здесь и другой это он там чем-то они общаются вот интересно конечно понять о чем они общаются туда перешел к сожалению этого мы не можем чешк м закрепит ресторанчики нас кафешка потому на русском языке кстати есть меню И цены в зависимости, допустим, бифштекс, такие отбивные, стоят 7-8 евро. Что-то такое, допустим, рыбная еда стоит около 10 евро, 8-9 евро. А более большое, там, какие-то пожаренные ребрышки, вот такие вот, в общем, с наворотами чуть-чуть, уже стоят 15-20 евро. Вот в этом вот каза сира, это мы сейчас здесь такой привальчик сделали. Такие вот вещи тут у нас в Испании. Что, друзья, пока буду выключаться, попозже на связь. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, Солнечную Калифорнию.